Посмотрим, как применяется простейший алгоритм машинного обучения в Julian. Загрузим основные пакеты, это DataFrame. Давайте мы кластеризацию к-средних сделаем, ссылка, пожалуйста, в википедии, там можно почитать, будем использовать файл достаточно простой с недвижимостью Сакраменто. Загрузим его, у нас уже загружен, вот он имеет такой вот вид, улица, город, zip-код, это почтовый код, значит штат, количество спален, количество умывальников, площадь в квадратных футах, тип, дата продажи, прайс, цена, широта, долгота. В общем, достаточно данные подробные. Итак, считываем этот файл и генерим в DataFrame. подключим. Plots backend произвольный можно погрузить, тут GR backend не самый лучший backend, но достаточно простой, по умолчанию цепляется у нас. создадим в начале 8 и теперь сгенерим x и y из нашего DataFrame. фрейма и график, это у нас площадь, а это цена. Ну тут видите, получаются артефакты. Тут надо сказать, что вообще в машинном обучении очень важно подготовить данные. Ну в данном случае данные численные, с ними достаточно просто работать. А подготовка у нас будет заключаться в том, что мы выкинем вот эти вот нулевые. ну просто цена проставленная, а площадь не проставленная. Получается, что такой артефакт. Назовем filter house. Площадь должна быть больше нуля. Ну и тогда вот лишние пропали данные. то есть мы вот некую очистку данных сделали. Можно сделать операции с DataFrame. Вот с помощью функции By берется DataFrame. Filter house. Берется столбец, в котором мы работаем. К нему функция применяется. Но в данном случае функция Size это размер количества строк на количество столбцов. Ну да, вот у нас количество столбцов у всех равны. Тип. Вот три типа у нас. Три типа и количество строк на каждый тип. Итак, мы можем более сложные функции. Но вот в частности вот тут у нас Size просто применяется без уточнения аргументов. Достаточно применить. Тут мы хотим среднюю по цене получить. Просто так не применим. Мы генерим лямбда функцию. Фактически. И среднюю берем по цене. Значит, это мы данные посмотрели, подчистили, посмотрели как они выглядят. А теперь, собственно, давайте мы кластеризуем эти данные с помощью К-средних. Для этого К-средних у нас реализовано пакетик кластеринг. Так. Мы его загрузим. Так. Так. Значит, у нас FilterHouse. FilterHouse мы... Итак, сгенерим из FilterHouse только местоположение. Местоположение. То есть широту и долготу. Ну вот получили вот такой вот. DataFrame из двух столбцов. Переведем его в массив. И транспонируем. В принципе, вот достаточно нам для того, чтобы мы начали кластеризацию. Для кластеризации нам нужно подумать, насколько разбивать. Мы сели, задумались и у нас Insight, а не зависит ли распределение их от индекса. Сколько у нас индексов тут? 66. Ну вот тогда давайте мы и будем кластеризовать. С помощью 66 кластеров. Теперь сгенерим новый DataFrame. Добавим в него номер кластера в начале. То есть что у нас? Значит, мы добавили город. Город. Широту, долготу. Индекс. И в начале, собственно, вот Assignments. Номер кластера добавили. Вот такая у нас таблица данных, датасет. И мы сгенерим картинку, визуализируем. При этом каждый кластер будем задавать своим цветом. Цветов тут много. Раскрасим точно так же по почтовому индексу. То есть вот тут по кластеру, тут по индексу. Карты очень похожи. Можно их рядом расположить. Да, да, очень похоже. То есть вот наша кластеризация с помощью К-средних очень похожа на разбиение по почтовым индексам. Продолжение следует. Продолжение следует...